ПОИСКОВИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 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 его. Кто будет присутствовать, кто пришел, оставил свои дела, работу, пришел здесь. Дань памяти нашим погибшим ветеранам, моему дяде. Огромное им спасибо. В этот день около мемориального комплекса в Тиберде собрались представители городской власти, общественных организаций, сотрудники регионального управления Росгвардии. Несколько поколений горожан отдали дань уважения защитнику Отечества, который спустя 82 года все-таки оказался на родине. На памятной плите в списке погибших участников Великой Отечественной значится и он, Мурадби и Семенов. Его останки с почестями предали земле. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Слова великого полководца Александра Суворова актуальны по сей день. Благодаря работе поисковиков в страницах истории Отечества остается все меньше белых пятен. Артур Мкс, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. В Карачаево-Черкесии будет реализован масштабный проект по строительству плодохранилища на территории интенсивных садов, заложенных в селе Талек. Это, по идее авторов, будет самый крупный объект такого рода на Северном Кавказе. Министр сельского хозяйства России Оксана Луд прибыла в Карачаево-Черкесии. В сопровождении главы республики осмотрела площадку, предназначенную для предстоящего строительства, а также интенсивные сады, которые раскинулись на полях Таллыка. Какие преимущества даст Карачаево-Черкесии закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища, расскажет Мадина Каракетова. Это прорывной проект ООО «Архэсфрутлогистик» по закладке интенсивных садов на площади 1000 гектаров. А вот на этом поле в очень скором времени будет построено плодохранилище мощностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн. Завершить строительство планируется к 2028 году. На сегодняшний день ООО «Архэсфрутлогистик» реализовал посадку интенсивных садов на площади 400 гектаров. Это будут суперинтенсивные современные фруктовые сады. Их закладка плюс строительство плодохранилища входит в модель экономического развития Карачаева-Черкесии, рассказали министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Сады сажают нигде попало, выбирают самые лучшие поля. Саженцы также готовы. Сейчас июль месяц, конец июля, июль уже. В июле мы раньше мечтать не могли, что можем сажать саженцы. То есть у нас было окно возможностей осень и короткая весна. Сейчас за счет того, что есть технологии, скажем так, достаточно известные, мы в своих саженцах хранилищах храним и можем вытаскивать. А в хранилищах, ну там, где? Что касается оптово-распределительного центра, то это будет самое большое на Северном Кавказе плодохранилище. 60 тысяч тонн фруктов единовременного хранения. Плюс самое зеленое с точки зрения экологии. С подачи главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова здесь же при плодохранилище будет построен небольшой цех по переработке продукции. Сок первого отжима, чипсы, возможно, пюре. И этот проект станет локомотивом кооперации в республике. В Карачаево-Черкесии также поощряется частное садоводство, финансируемое из бюджета республики в виде грантов. Это дополнительный заработок для местного населения. Я вам даже так скажу. Вот у нас самая большая административная граница с Краснодарским краем. И один из экономических депрессивных районов был как раз на границе с Краснодарским краем. Отток населения видели. Когда мы заложили первые сады, все остановилось сразу. И первая кооперация пошла. Пошла первая кооперация. Но самое главное во всем этом занятость местного населения и обеспеченность рабочими местами. Средняя зарплата здесь выше, чем средняя по экономике в республике. У нас 57, да? 57, да. 57. Но мы хотим поднять больше 60. И поэтому, конечно, для нас этот проект очень важный. Потому что вот здесь несколько населенных пунктов, откуда приезжают люди и здесь работают. И больше тысячи человек здесь? Тысяча человек. Это для нашей республики одно из крупнейших предприятий. Для министра сельского хозяйства России Оксаны Лут провели экскурсию по саду. Она пообщалась со студентами, которые здесь проходят практику, которые посетовали на недостаточность практических занятий. Просили по возможности пересмотреть и саму образовательную программу, сделать ее более современной. Эти пожелания были приняты министрам к сведению. В завершении экскурсии Оксане Лут предложили принять участие в посадке двухмиллионного саженца яблони. Темно-красные такие яблоки. Это уже у нас саженцы второй год после питомника. Категория 5-7+. Второй год после питомника, то есть на следующий год тоже будет урожай такой же, да? Да, да. Как и на тех деревьях. Будет на каждом дереве 20 яблок будет. Министр сельского хозяйства России получила приглашение посетить сад в сезон уборки урожая и лично убедиться в эффективности этой затеи, возродить традиции садоводства. Оксана Лут предложила главе республики Рожду Тимрезову представить комплексную программу по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии. Ее изучат и по возможности будет оказана поддержка из федерального центра. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, 200, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила завод по переработке баранины Домоте в Черкесске. На месте провели экскурсию и рассказали, какая продукция в последнее время пользуется особым спросом и какие меры позволяют достичь высокое качество баранины. Подробнее Альбина Ламкова. Чистота и гигиена на заводе Домоте – это не просто важные аспекты производства, но и основа для создания качественной и безопасной продукции. Это первый шаг к тому, чтобы каждый продукт был произведен с соблюдением всех необходимых стандартов и требований. На заводе создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства. Поддержание идеальной чистоты работниками, естественно, помимо соблюдения правил личной гигиены, проходит в медицинские осмотры и надевают специальную защитную одежду перед началом работы. Все производственные помещения и оборудование тщательно очищаются и дезинфицируются после каждого цикла производства. Сижу за эфикеткой, за качеством упаковки. Мы строго соблюдаем все правила упаковки и продукции готовой. После нас она ещё подлежит дополнительной проверке. Завод стал важнейшей частью масштабного проекта по возрождению отрасли мясного овцеводства на Северном Кавказе. Он включает в себя сервисную компанию для фермеров, племенные и откормочные площадки, селекционные генетические центры. Об этом рассказали председатель совета директоров групп компании «Домотэ» Наум Бабаева и глава Корчаева-Черкесии Рашид Темрезов, министру сельского хозяйства России Оксане Лут во время экскурсии по заводу. Особым спросом пользуется Карачаевская «Черная», рассказывает Наум Бабаев. «Терри приезжают, осеменяют, и он пошёл в Северную. Мы будем постоянно это работать. Вот так Карачаевскую «Черную» ещё упаковывают. У нас стоит сумасшедший. Все они страны построят. Всего на предприятии производится более 300 позиций продукции. Она сертифицирована по стандартам халяли-каше. Реализуется через федеральные и региональные сети по всей стране. Год назад Дамате в рамках модернизации запустил цех по изготовлению консервов. Производство уже налажено. Об этом убедились и гости предприятия. Это вновь созданы рабочие места. Продукция консервов, как и вся остальная, уже получила популярность. Альбина Ламкова, Мухамеда Шибукова, Вести Карачаева, Черкесия. А в ходе двусторонней встречи министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и главы республики Рашида Темрезова подвели итоги рабочей поездки в Карачаево-Черкесию. Стороны обсудили ключевые вопросы развития АПК региона. В частности, речь шла о растеневодстве и животноводстве. Оксана Лут отметила рост объема производства практически по всем направлениям сельского хозяйства Карачаева-Черкесии. Отдельно остановилась на вопросе развития плодовых насаждений в республике. Как подчеркнула министр, в регионе существует хороший плацдарм для увеличения объема производства. Что касается животноводства, то для республики это направление играет ключевую роль. Также обсудили реализацию программы комплексное развитие сельских территорий в Карачаево-Черкесии. Рашид Темрезов поблагодарил Оксану Николаевну и аппарат Минсельхоза России за поддержку и эффективное сотрудничество. Отдельное внимание, безусловно, надо уделять плодовым насаждениям. То есть это преимущественно, конечно, яблоки. Здесь мы с вами обсудили дальнейшую программу наших действий. Видим в Карачаево-Черкесии отдельный плацдарм для того, чтобы увеличить объем производства яблок, особенно в силу климатических условий, которые могут нас в целом всю страну закрыть по объемам в случае плохих климатических условий центральной части России, как это у нас с вами произошло в текущем году. Здесь, конечно, видим возможности дальнейшего развития по садоводству и будем увеличивать в этом плане объемы поддержки. Ну и второе направление, конечно, по животноводству. Понятно, что все виды животноводства представлены в Карачаево-Черкесии, но ключевым, конечно, является производство баранины. Здесь тоже посмотрели с вами бойный завод, прекрасный завод, который позволяет делать большую номенклатуру продукции, выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Это, соответственно, самый большой вопрос – это вопрос сырья. Ключевых направлений, которые мы видим, точки развития очень хорошие. Здесь уверены, что будет увеличение объема производства. Мы со своей стороны окажем максимальную поддержку в рамках нашей государственной программы. Были случаи, что россиян, решивших отдохнуть за рубежом, разворачивают на границе. Риск возник из-за ошибок в паспортах. И есть факты их изъятия уже в аэропорту. Что нужно, чтобы планы на отпуск не были нарушены, расскажет Альбина Ламкова. Лето – отличная пора провести больше времени с детьми. А путешествие с семьей за пределы страны дает отличную возможность познакомиться с другой культурой. Отдохнуть от рутины, создав счастливые воспоминания, говорит Лариса Лепшокова. Ее дети Самира и Лейла пришли вместе с ней, чтобы получить заграничный паспорт. Перед подачей заявления на получение нового документа внимательно проверили всю необходимую информацию. Второй раз получаю загранпаспорт. Все очень легко. Через госуслуги поедем в Турцию отдыхать с детьми, с мамой. Вообще без ошибок. Очень внимательные девочки, доброжелательные. Все хорошо, очень нравится. Заграничный паспорт является важным документом, который позволяет гражданам путешествовать за пределы своей страны. Особенно с наступлением летнего туристического сезона идет увеличение количества людей, приобретающих путевки для отдыха за рубежом. Есть несколько причин, почему могут изъять документ. Избежать подобных проблем просто, напоминают в управлении по вопросам миграции. Необходимо самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории страны на наличие опечаток. Поправки к закону о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации определили основания для признания загранпаспорта недействительными. Среди критериев – это наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства Российской Федерации 9 декабря 2023 года номер 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учетов. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца. Тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных. Факты изъятия заграничных паспортов есть и в нашей республике. Их три. Два паспорта выдавались в 2014 году, то есть срок у них уже подходит к концу, в 2024 году. Один паспорт у нас гражданин сам лично испортил, его перепрошил. Расшил и зачем-то сшил. Такой паспорт, естественно, тоже вернули и изъяли. Если все же столкнулись с проблемой изъятия заграничного паспорта, то лучше всего обратиться за помощью к юристу или специалистам Федеральной миграционной службы. Они помогут разобраться в причинах и найти решение проблемы. Но лучше их избежать и наслаждаться поездками за границу без проблем. Говорит Ольга Ивановна, в этом поможет правильное обращение со своим заграничным паспортом. Это гарантия безопасности и комфорта во время путешествий. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии стартовала социальная кампания продвижения безопасности. Федеральный проект сфокусирован на основные факторы аварийности. При этом, как объяснили в Республиканском ОГИ БДД, каждый субъект федерации, участвующий в кампании, сосредотачивается на наиболее актуальной для региона проблеме. У нас основные мероприятия будут направлены на снижение количества ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Будут проводиться мероприятия с водителями транспортных средств, а именно по разнесениям их всех условий дорожного движения. Что превышение установленной скорости на каждом промежутке участки автодороги приводит к летальным исходам дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель сможет себя проверить. С водителями также будут проводиться викторины по знаниям правил дорожного движения. И что именно приводит к превышению скорости. Правильный выбор скорости заключается не только в выполнении требований дорожных знаков, но и учета дорожных условий видимости. А вот причиной многих ДТП является именно неправильный выбор скорости. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии приняли участие в фестивале молодежи, который прошел в Черкесске. В парке культуры и отдыха Зеленого острова росгвардейцы развернули тематическую площадку, представив вниманию гостей мероприятия «Информационные буклеты о вузах Росгвардии». Граждане узнали, что в войсках национальной гвардии действуют четыре образовательные организации – Новосибирские, Пермские, Санкт-Петербургские и Саратовские военные институты, также офицеры территориального органа пообщались с молодежью, рассказали о порядке поступления в ведомственные вузы и требованиях, предъявляемых кандидатом. Для того, чтобы стать абитурентом ведомственного вуза, необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства или в управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии с указанием одного из выбранных институтов, отметил подполковник Алексей Крайний. Далее смотрите интервью кандидата биологических наук, лауреата премии Японского экологического общества Али Кипкеева. С ним встретилась Альбина Ламкова.